Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы новости – магазин «Модная школа». Эфир телеканала РЕН. Продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Истина рождается в диалоге. Профилактики терроризма подключат общественников. Анапа – город будущего. Глава города Сергей Сергеев наметил провести во всех сельских округах встречи с представителями территориального общественного самоуправления. И первая встреча состоялась в станице Анапской. Общественники или тосовцы, как их называют, с теплотой в станицах, стали тем недостающим связующим звеном между властью и населением, что позволяет не доводить сверху принятые в кабинетах власти решения, а вести открытый диалог с населением. Учитывать первоочередные проблемы жителей и их наказы. Встреча прошла в непринужденной обстановке за чашкой чая. Сергей Сергеев поблагодарил общественников за активное участие в жизни станицы. Самое главное, я хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы выполнили, проводя выбор, помогая организовать выборный процесс. Мы выбрали нового губернатора, мы выбрали новый депутатский корпус. И в Анапе это прошло все как никогда спокойно, без лишних каких-то перводрёбок и так далее. Еще главное событие, которое мы провели 9 мая. В Анапском сельском округе, я знаю, что отремонтировали 4 памятника, подвигу, который совершил советский народ в Великой Отечественной войне. И сделано очень много вопросов. Общественники подготовили немало вопросов, которые волнуют жителей станицы. Строительство храма, дороги, канализация, детские площадки. Председатель квартального комитета Анастасия Кульбякина поблагодарила главу города за проведенную на улице микрорайона Южный канализацию и обозначила главную проблему дня. Я с 2009 года обращаюсь к разным руководителям за детской площадкой. Я считаю, что микрорайон Юбилейный, там есть самое место. Сколько стоит на Стахановской площадке, что я говорил, расширить, растащить ее? 280 тысяч? Ну давайте, будем делать. Глава города рассказал, что грядущий год будет сложным. Предложил искать совместными усилиями источники финансирования и строить реальные планы. Эти реалии вот сейчас, то, что обсуждаем, и с вашей помощью вы будете задавать вопросы. Эти вопросы задали вам люди. Мы будем искать выход. Если вы скажете, что ты рыбал, что ты лукаешь, выход есть, вот он такой, 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 я готовы такие вопросы задать. Но я лукаю не задаю. Разговор с общественниками был предельно искренним и плодотворным. Работа идет, помощь идет, помогают, вот на самом деле колоссально. И дороги отсыпают, и освещение дополнительное делают. И вообще, ну, то есть, мы довольны. Сергей Сергеев пообещал разобраться во всех поступивших вопросах детально и посодействовать. В свою очередь, общественники внесли свои предложения, как улучшить качество жизни в родной станице. Проливные дожди, тяжелая техника, строящегося неподалеку газопровода «Южный поток», сделали улицу Комсомольскую в станице Гостогаевской непригодной к эксплуатации. Возмущенные жители потребовали от строителей газопровода, которые используют улицу для движения тяжелой техники, навести порядок, либо остановить движение. На месте с представителями строителей и жителями станицы Гостогаевской встретилась начальник управления ЖКХ, исполняющий обязанности заместителя главы города на время отпуска Владимира Забураева Анжелика Бузунова. «Администрация муниципального образования с завтрашнего дня начинает отсыпку щебнем этой дороги, расчистим кюветы для того, чтобы вода уходила». После того, как Анжелика Бузунова заверила жителей о немедленном начале работ по приведению дороги в надлежащий вид, жители успокоились. По словам станичников, они с нетерпением будут ждать, когда появится новая асфальтированная дорога. К бдительности и соблюдению мер личной безопасности призывают жители курорта. Противостоять любым проявлениям терроризма можно только сообща. О подозрительных лицах, фактах проживания граждан в нежилых помещениях, оставленных без присмотра предметах, необходимо незамедлительно информировать правоохранительные органы. Заместитель главы Анапы Олег Костенко собрал руководителей органов ТОС и призвал общественников подключиться к профилактическим мероприятиям и провести осмотр жилых домов. Глава города поставил нам задачу в рамках антитеррористической комиссии провести работу именно по выявлению лиц, незаконно находящихся на территории города, плюс по проверить чердаки, посмотреть на террористическую защищенность наших жилищ, скажем так. То есть мы эту работу будем проводить. То есть проводить, например, если кодовый замок нет, закрыт чердак не закрыт, закрыт подвал не закрыт, чтобы там где открыто, там есть свободный доступ. Где есть свободный доступ, любой может зайти, естественно, что-то там положить. Анапчан просит с пониманием отнестись к проводимым проверкам. Вопросы безопасности сегодня как никогда актуальны. И не забывайте, бдительность и внимательное отношение к происходящему вокруг – одна из основ безопасности. За текущий год в крае при осуществлении контрольно-надзорной деятельности за пассажирскими перевозками пресечено более 20 тысяч нарушений правил дорожного движения автобусов. Выявлено более полутора тысяч неисправных автобусов. Отделом ГИБДД по городу-курорту совместно с сотрудниками управления по транспорту связи продолжается тотальная проверка организаторов и водителей, которые оказывают услуги с нарушениями по перевозке пассажиров автобусами. Собственная производственно-техническая база многих автоперевозчиков не отвечает необходимым требованиям. Особое внимание рейдовые группы будут уделять предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам водителей. Проверки технического состояния транспортных средств перед выездом на линию и по возвращению к месту стоянки. Особое беспокойство вызывают нарушения при детских перевозках. Основной упор будет сделан на техническое, на исправность автобусов, которые занимаются перевозкой пассажиров. То есть на техническое состояние соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. То есть это аварийные выходы, то есть как и двери, так и люки, окна, чтобы все было, автомобиль укомплектован медицинскими аптечками, огнетушителями, знаками аварийной остановки, тахографами. Это устройство, которое обеспечивает непрерывную корректируемую запись о режиме труда и отдыха водителя. Как водитель работает, то есть сколько он за рулем непрерывно находится. Курортный сезон закончился. Предприниматели бросили свои кафе и торговые точки, оставив после себя мусор из запустения. Бульвар Паралия сейчас больше похож на свалку. Осенний бульвар Паралия напоминает декорации к фильму ужасов. Горы строительного и бытового мусора, наскоро заколоченные конструкции, пустые бутылки, пластиковые стулья валяются прямо на газоне. С комиссионным обследованием на место выехали сотрудники муниципальных ведомств, управления торговлей и потребительского рынка, архитектуры и градостроительства и муниципального контроля. Под личным контролем заместителя главы курорта Людмилы Терещенко идет масштабная проверка соответствия занимаемых площадей кадастровому плану. Тех, кто только выгоду видит в Битязевской набережной, призовут к ответственности. Бульвар Паралия используется исключительно в коммерческих целях. Все здания, которые здесь возведены под коммерцию. И на сегодняшний день управлением торговли, управлением архитектуры и муниципального контроля проводятся мониторинги. Мы определяем, входят ли объекты, их границы, в кадастровые границы. Выявляем нарушителей, которые вышли за их пределы. На сегодняшний день мы понимаем, что есть здесь объекты, которые расположены просто на муниципальной земле, без всяких различных документов. И поэтому выявляем предпринимателей, которые осуществляют здесь деятельность. Будем готовить пакет документов в суд о возможности демонтажа этих объектов. Предприниматели наплевательски относятся к городу и остаются в стороне, перекладывая заботу по уборке на плечи сельской администрации. Нерадивых арендаторов и собственников ждут внушительные штрафы и демонтаж незаконно расположенных на муниципальной земле конструкций. Уже в течение месяца легкие строения демонтируют силами администрации. Капитальной конструкции ждет снос по решению суда. Анапа – город будущего. В Анапском индустриальном техникуме провели экскурсию для студентов в рамках недели предпринимательства. Как же прошло знакомство студентов с новыми технологиями бизнеса? Одно нажатие клавиши и компьютер готов делать то, что еще несколько лет назад было под силу только рукам человека. Электронный интеллект с предельной точностью вырезает фигуры, нарисует картинки и печатает коллажи. Специально для анапских учащихся была организована экскурсия. Ребята увидели, что такое современные технологии на практике и даже попробовали сделать что-то самостоятельно. Они здесь могут познакомиться с самыми современными технологиями, такими как 3D-печать, печать на различных поверхностях, гравировкой. То есть что, по сути, можно использовать в своих разработках, на своих предприятиях, магазинах, фирмах. В общем, все, чем студенты могут заниматься на данный момент. Анапские студенты шутят, мол, теперь даже автомобиль можно сделать на 3D-принтере. Такие системы для них не в диковинку. Многие из ребят проходят обучение на пригладных специальностях. И эти устройства для них – путевка в свой бизнес. Например, студентка Кристина Вырупаева учится работать на самой большой из машин – ультрафиолетовом принтере. Поскольку моя специальность – реклама, мне очень интересно это устройство – ультралазерный принтер, который может печатать на любую поверхность цветные картинки. Также можно печатать картинки на чехле, стикеры, наклейки. Тем более, это наша честная разработка. Специально для нашей съемочной группы Кристина нарисовала на память логотип нашего телеканала – прямо на чехле мобильного телефона. Казалось бы, еще недавно писатели-фантасты рисовали далекое будущее – летающие машины, кроссовки без шнурков и видеофоны. Тогда казалось, что подобная технология – утопия. Однако уже сейчас в Анапе можно наблюдать, как будущее становится настоящим. Второй осенний день здоровья встретит желающих следить за своим здоровьем 21 ноября в Цибонобалке. В сельской амбулатории с 9 до 14 часов бесплатные консультации проведут терапевт, невролог, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, лор-врач, онколог, гинеколог, педиатр. Также будут проводиться измерения артериального давления, экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы крови. ЭКГ и еще очень много важных исследований можно получить в этот день. Всем участникам необходимо иметь при себе паспорт и страховой полис. Суббота 21 ноября в Анапе малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 11-13 градусов, ночью до 12 градусов тепла. Ветер южный 10-12 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 10 градусов. Воскресенье 22 ноября в Анапе ясно, без осадков. Температура воздуха днем 13-15 градусов со знаком плюс, ночью до 14 градусов тепла. Ветер южный 8-9 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 10 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». А в магазине доступные и качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа. Новое поступление. Сезонные одежды. Самое время готовиться к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей. Эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди. Четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы, здесь представлена коллекция верхней одежды. Куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц. Рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа. Улица Новороссийской, 281. Жилой комплекс «Крымский вал». Жилой комплекс «Крымский вал».